Ребята, всем привет! Сегодня будет серия со сборкой и окраской этой горячей новинки от Звезды. Это пусковая установка зенитного комплекса S400 Triumph и сделана на всем втором масштабе. Если вы пропустили видео, где я гуляла по репетиции Парада Победа, то я там видела эту модель в масштабе 1 к 1. Так что тоже загляните. А сейчас мы приступим по классике к обзору коробки, а дальше будет и сборка и окраска. Так что желаю вам приятного просмотра. А выход этого видео поддержал магазин Модельная Лавка. Модельная Лавка – это удобная доставка, огромный ассортимент и всегда свежие новинки моих любимых брендов – ICM, Звезда и АВД. На Лавке можно выбрать любимого производителя, и на все его модели будет действовать скидка в 25%. Множество других акций – бесплатная доставка. Если вы хотите поддержать меня, то сделайте первый заказ на Модельной Лавке с этим промокодом, и вы получите скидку в 200 рублей. А также 200 рублей получу и я. А если вы бывалый пользователь Модельной Лавки, то для вас будет действовать промокод Даша на скидку в 10%. Итак, в коробке первое, что бросается в глаза – это, наверное, большое количество колес. Это родные звездовские колеса, сделанные из резины, и к ним у меня, конечно, есть небольшие вопросы, больше связанные с протектором. Он какой-то слишком точечный, что ли, какой-то неравномерный. Не знаю, мне кажется, что-то не то. Вот, тут нет никаких надписей, просто пупырышки. Вот, точно, я бы назвала их пупырышками, не протектором. Смоленные колеса, причем в двух вариантах, потому что одни из них используются под нагрузкой и без нее, то есть, когда комплекс находится в боевом положении. Сейчас, дать, какие-нибудь из них открою. Вот, с нагрузкой, наверное, будет поинтересней. Вот так они выглядят. Тут протектор, мне кажется, более реалистичный. Даже можно вот сравнить. Вот так. Тут нет никакого шва посередине, что, наверное, логично. Боковинки выглядят очень прилично. И очень даже неплохо все выглядит. Видите, оно немножко, как будто бы приспущено. Самую малость. В общем, очень классно. Так, следующее дополнение, помимо колес. Давайте возьмем смоляных бойцов. Единственное, что мне не очень нравится, это то, что они выполнены в сидячей позе, как за рулем автомобиля. Мне бы хотелось, наверное, чтобы они стояли. Потому что, если делать диораму с такой установкой, то логичнее бы делать людей вне кабины автомобиля. Вот. Было бы интереснее. Не так ты их красиво распишешь и раскрасишь, а за стеклами в кабине их особо и не разглядишь. Вот. Ну, очень классно проработаны солдаты. Такие ребята молодцы. Так, следующее дополнение, это краска. Тут, кстати, помимо краски, в этом пакетике лежат еще и... Знаете, возьмем маленький стальной тросик для антенны. Очень классного масштаба. То есть, не будет смотреться какой-то инородным столбом. А настоящим тросом. Тут еще, давайте, краску достанем. Это защитный цвет, который надо немножко перемешать. Но, мне кажется, очень похож на правду. Хотя я бы сделала, наверное, немножко посветлее. Вот такой акрил от фирмы самой Arma. Не знаю, мне он чем-то напоминает даже Pacific, наверное, по качеству. Но, хотя он забивает аэрограф немного быстрее всех остальных красок. А сегодня я хочу порекомендовать вам очень необычный YouTube канал. На нем автор, настоящий лифтовый маньяк, делает действующие модели лифтов. Да-да, именно лифтов, и это еще одна из ветвей моделизма. В своей работе автор использует различную электронику, контроллеры, реле и прочее. В общем, его видео мне навеяли ностальгию по университетским годам. Так что, если вы тоже любите моделизм и электронику, то канал лифтовый маньяк вам идеально подойдет. Ссылочку ищите в описании под видео. Здесь маски на стекла. Очень полезная вещь, я вообще люблю такие вещи. Они очень упрощают работу с машиной. И вот такое маленькое дополнение в виде решеточек на фары. Не знаю, видно вам или нет. А, кстати, тут даже зеркала заднего вида вылиты в смоле. А может быть, это и 3D-печать. Даже не знаю. В общем, с этими деталями надо быть очень аккуратно. Потому что отделять их от ледника будет довольно-таки сложно, не повредив их. Но зато это очень-очень классно на самом деле. Но, наверное, если бы они сделали это из фототравления, мне кажется, это было бы намного безопаснее в плане установки их на машину. Так, вот здесь все. И также, самая, кстати, тоже очень интересная часть дополнения, это ракеты. Чем же мы будем заряжать наш комплекс? Тут их три вида. И, соответственно, каждый из них может быть, кстати, и вполне отдельной моделью. Потому что ракеты – это очень такое высокотехнологичное изделие. И вполне тянет себе на модель. Вот это особенно выглядит эпично. Вот. Не знаю, очень классное дополнение. Дальше идет основной набор от звезды. И первое – это что тут встречает эта декаль. Тут она, на удивление, богата. И особенно богата на разные технические надписи. Мне кажется, я вообще впервые вижу настолько проработанную декаль в плане вот этих надписей. Так что звезда в этом плане молодец. Это очень-очень большой плюс к ним. Видите? Верх при транспортировке надписей. Плюс разные заводские номера, видимо. Даже можно составить свой какой-то номер. Ну и, соответственно, декаль, парада, победы. В общем, здорово. Очень здорово. Она, соответственно, остекление. И, кстати, звезда стала делать вот такие наклеечки на зеркала. Мне кажется, это очень удачно. Не знаю, я впервые с таким столкнулась, наверное, у АВД. Ну а теперь звезда стала так делать. Очень классно. Это смотрится намного натуральнее и красивее, чем он, даже если мы будем красить в алюминиевый цвет зеркала. Так, дальше идут основные детали. Давайте сейчас открою их чуть позже. Сначала посмотрим на инструкцию. Вот так она выглядит. Книжечка, видите, два варианта исполнения машины. Походный, боевой. Вот. И так выглядит схема. Ну, здесь мелкие шаги с подшагами. Единственное, какая-то странность, мне кажется, почему звезда предлагает нам собирать машину именно с кабины. А потом, видите, платформа. Вот основные механизмы. И только в самом конце мы приступаем к сборке рамы. Не знаю, я бы делала наоборот. Начиная с рамы. И на нее как раз постепенно собирать и кабину, и все остальные части машины. В общем, не очень логично. На мой взгляд. А так, схема довольно-таки понятна. Деталей много. Но я думаю, что сборка будет довольно легкой в плане стыкуемости и обработки деталей. Лежит схема окраски. Звезда нам предлагает покрасить московский вариант Парада Победы. И также очень странное решение делать машину в боевом режиме в Крыму, в Севастополе. Видимо, ребята из Лобни не хотят развивать, завоевывать рынок Украины. Не знаю, спорное решение. Кстати, на этой стороне тоже. И мне почему-то вот такая серо-зеленая схема окраски кажется более интересной. Ну, здорово. Не знаю, мне звезда в последнее время очень нравится. Так, и давайте откроем литники. Вот, собственно, литники. А тут 4 штуки. И на первый взгляд все кажется довольно неплохо выглядят. Все детализировано. Особенно для 7,2 масштаба. Единственная сложность, мне кажется, это как обычно в таких деталях, которые состоят из двух половин, как вот эти направляющие для пусковой установки. Они выполнены, видите, из двух деталей. И при соединении я боюсь, что шов придется долго обрабатывать. Наверное, это единственная сложность, которая тут может возникнуть. Потому что набор-то свежий. И по новым разработкам у звезды я не видела проблем. Мне очень понравилась сборка Шермана, которая была в одно удовольствие. И надеюсь, что и сборка Триумфа тоже выйдет на хорошем качестве. Вот, видите, все детали. Вот, собственно, рама тоже состоит из двух деталей. И какие-то детали корпуса и самой пусковой установки. В общем, я не вижу смысла долго рассматривать литники. Давайте приступать к сборке. Сборка этой модели мне понравилась и прошла она довольно легко. Стыкуемость на очень высоком уровне и все детали были без литьевых дефектов. Осмоленные колеса придали модели реалистичности. Можно сказать, что это модель выходного дня. С ней можно отдохнуть. Единственный минус – это экипаж из дополнения. Фигуры слишком большие и без отрезания у них ног они не помещаются в кабину. Так что модель будет у меня без экипажа. Вначале, сразу после обезжиривания процесса купания модели в мыльной воде, ополаскивания и сушки, я загрунтовываю модель черным грунтом от Pacific. Шасси я так и оставлю в грунте, а кабину на стройку, конечно же, окрашу в базовый зеленый цвет. А его насыщенность и оттенок я буду регулировать количеством слоев базовой краски. Таким образом, модель будет смотреться чуточку интереснее. А вам нравятся новые модели от фирмы «Звезда»? Если да, то жмите на лайк и напишите, какие новинки этого года от «Звезды» вам еще понравились. Модель от «Звезды» не единственная масштабная модель пусковой установки комплекса S400. В 72-м масштабе есть модель от китайского Model Collect. Но опытные моделисты ругают этот набор ввиду несоответствия модели прототипу. Модель пусковой установки S472-м масштабе есть также и у фирмы V-Model и Hobby Boss. Но они базируются на брянском шасси. В 35-м масштабе выходили модели от Трумпетера на шасси разработки МЗКТ и Hobby Boss на шасси брянского автомобильного завода. Но ценник у них очень большой. Так что на данный момент модель от «Звезды» – это самый доступный и качественный вариант миниатюрной пусковой установки. Тут я подкрашиваю базовым цветом зеленые элементы на шасси. В частности, аут-триггеры и ограждения бензобаков. А С-400 – это гордость отечественной оборонной промышленности. И вот почему. Во-первых, это, наверное, самая лучшая система противовоздушной обороны. Это уникальное по своим характеристикам оружие является чисто оборонительным. И что самое интересное, одним своим присутствием ракетный комплекс С-400 может полностью поменять геополитическую обстановку в регионе. Как, например, это было в Сирии пару лет назад. Теперь мне надо высветлить мою модель, выделить грани и вообще сделать цвет более интересным, то есть более разнообразным. Для этих целей мне надо намешать краску. Я беру зеленый, белый и желтые цвета. И таким образом получается весьма приятный светло-зеленый оттенок. Без перегибов и в белизну, и не слишком желтый. Все краски в этой смеси у меня Pacific, но в данном случае марка краски вообще не принципиальна. Полученную смесь я наношу на широкую кисть, вытираю ее в салфетку и легкими движениями наношу на модель. Таким образом выделяю рельеф машины. И по моему опыту для таких целей больше подойдет масляная краска, точно не акрил. А теперь я прокрашу мелочевку. Кисточкой обозначу выхлопные трубы, двигатели, световые огни. Черным цветом я окрашу бампер. Российский зенитный комплекс С-400 «Триумф» не только мощное средство ПВО, но и эффективное оружие гибридной войны. С его помощью Россия внесла раскол в ряды НАТО и подняла свой престиж на мировом рынке вооружений. «Триумф» охотно покупают на мировом рынке. Санкции, вводимые США, против покупателей С-400 не помогают. В очередь за российским вооружением выстроился десяток стран. Пять полков «Триумфов» за 5 миллиардов долларов закупила Индия. Соглашение о поставке систем заключила Саудовская Аравия. Член НАТО Турции уже является обладателем С-400. И несмотря на мощнейший прессинг со стороны США, не только не отказалась от ввода российской техники в строй, но и ведет переговоры о закупке новой партии систем ПВО. Успехи «Триумфа» на международном рынке приносят двойные дивиденды. Москве и столь же ощутимый ущерб у Вашингтону. Предприятия российского ОПК, они же находятся под санкциями США, получают необходимые для развития средства. Престиж российского оружия в мире растет, а союзники по НАТО ссорятся. Так что выгода даже не двойная, а тройная. К тому же президент США Дональд Трамп признал, что программа истребителя-невидимки F-35 из-за С-400 оказывается под угрозой. С-400 «Триумф» – зенитно-ракетные комплексы с максимальной дальностью до 400 км. Приняты на вооружение в 2007 году. Они мобильны и состоят среди прочего из пункта управления с локатором обнаружения и нескольких зенитных ракетных комплексов, у каждого из которых до 12 пусковых установок. Последние годы их получают все больше в воинских частей, и в том числе и в Крыму, и в Калининградской области. Минобороны РФ называет С-400 одним из ключевых элементов ПВО. А вот теперь по-настоящему хардкорная часть работы над моделью – это нанесение огромного количества технических надписей в виде декали. На этой модели их действительно очень много, и это придаст солидности модели, хотя некоторые мелкие надписи вообще неразличимы даже под лупой. И возникает вопрос о смысле таких декалей. Производитель. Это оборонный концерн «Алма-Санте» и находится он под санкциями ЕС и США из-за действий России против Украины. С-400 разрабатывался для уничтожения самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических баллистических ракет на высоте до 27 км, а также беспилотников. В российских СМИ утверждается, что С-400 лучше конкурентов из США или Франции. Россия, а до нее и СССР всегда лидировали в ракетных технологиях. Это связано с тем, что США и Запад делают лучшие самолеты. Кроме того, С-400 – это очень гибкая система и может быть использована с разными типами ракет. Еще одно ее преимущество – это цена. С-400 минимум в два раза дешевле, чем американские комплексы «Патриот». При всем обилии преимуществ у С-400 есть и недостатки, отмечают эксперты. Этот комплекс никогда не испытывали в условиях серьезной войны. Единственной системой ПВО, испытанной в таких условиях, был «Патриот» во время войны в Персидском заливе в 1991 году. При этом известно, что Россия разместила С-400 в Сирии в официальной версии для охраны своих военных объектов в Хмеймине и Тартусе. Кроме того, президент Владимир Путин не раз повторял, что в Сирии испытываются новейшие военные разработки. С-400 имел возможность показать свои боевые качества во время атак американских томогавков в апреле 2018 года. Теперь по традиции нанесения смывки. Смывка у меня, как всегда, от Pacific 88. Смываю излишки я очищенным white spirit от Major Models. Вопрос только в цвете смывки. Обычно на зеленой технике я использую коричневую, но тут очень маленький масштаб, и коричневая смывка будет недостаточно контрастно выделять мелкие углубления рельефа модели. Поэтому я буду использовать черную, можно сказать, что классическую смывку. Используя черную смывку для 72 масштаба у вас получатся вполне реалистичные тени, а смывка наносится на глянцевую поверхность. И обратите на это внимание, если поверхность будет матовая, то излишки смывки будут въедаться не только в углубления, а еще и в плоскости. И эти пятна будет довольно сложно и непросто убрать. Предыдущие системы, такие как S300, разрабатывались в СССР как часть единой системы ПВО, покрывающей всю страну. Особенность S400 заключается в том, что она может работать отдельно. Такие системы могут работать самостоятельно, но они гораздо более эффективны, когда интегрированы в более широкий комплекс, который помогает искать потенциальные цели. Когда есть доступ к базе с электронными идентификаторами, которые создаются годами и помогают понять, что именно летит и как на это реагировать. Россия защищает S400 от ударов с воздуха новым комплексом ПВО ближнего радиуса Панцирь С1, который поставляется в войска практически в связке с S400. Пока российская армия получает новенькие S400, уже существует модель следующего поколения. Она называется S500 Прометей. Глава Мимпроторга Денис Мантуров заявил, что новая система уже готова к серийному производству. По официальным данным, у S500 будет большая дальность действия, позволяющая среди прочего сбивать и низкоорбитальные спутники. Потом я всю модель покрыла матовым лаком от ZIP. Лак от этой фирмы мне не нравится, он дает странный белый налет на модели, но действительно делает поверхность очень матовой. И самый последний штрих, я выделяю рельеф сухой кистью при помощи белой масляной краски, потому что первый этап у меня получился недостаточно контрастный. И теперь макаю кисть в краску, вытираю ее насухо и прохожусь по всей поверхности модели. И вот моя модель готова. В целом мне очень понравилась сборка и тем более окраска. Были сложности с установкой пусковых контейнеров, так как место крепления было неочевидно показано в инструкции, да и на самих контейнерах. И были сложности в работе с очень маленькими декалями. А если вам понравился результат, то ставьте лайк и пишите в комментариях ваше мнение об этой горячей новинке от звезды. А я пошла делать очередную модель. До новых встреч, пока-пока. Надо вам как-нибудь показать все мои несобранные модели.